В городском округе Щелково, как и по всему Подмосковью, продолжается месяц мероприятий за здоровый образ жизни. Что подготовили для учеников шестых классов Гребневской школы, узнаем прямо сейчас. Сразу попадаем в самый центр событий. Ребята не сидят в зале слушая лекции, а уже готовы приступить к разминке. Такой формат работы с шестиклассниками самый удачный, убеждены сотрудники Гребневского дома культуры. Ведь что как ни движение, и физическая активность больше всего приближает к здоровому образу жизни. Мы специально для них разработали концепцию, которая будет заключаться в достаточно увеселительных занятиях, упражнениях и других мероприятиях. Главный посыл нашей акции заключается в том, что мы должны показать нашему обществу, что наше будущее зависит от здорового образа жизни нашего поколения. Культработники поговорили с учениками местной школы о самом понятии здорового образа жизни, о том, что нужно делать, чтобы оставаться физически крепким. И, конечно, самым интересным для ребят стал танцевальный интерактив. Потанцевав под любимые молодежные треки, ребята неплохо взбодрились и, кажется, еще лучше стали понимать, для чего же нужен этот самый здоровый образ жизни. Это здоровое питание, следить за собой, спорт, такие вот танцы подвижные, потому что если мы не будем двигаться и будем плохо питаться, то мы не будем здоровыми. Я каждый день выхожу на улицу в свободное время. Также делаю какую-никакую зарядку с моей собакой. Утром делаю зарядку, каждый день хожу в бассейн, плавать в спортивную группу. Конечно, работники сферы культуры проводят со школьниками и другие мероприятия на тему ЗОЖ, пробуют разные форматы в зависимости от возраста. И всегда рады тому, что ребята делают правильный выбор. Взамен пагубным привычкам посещают спортивные секции, театральные спыли, школы танца и вокала. Все это шаги на пути к здоровому и гармоничному развитию. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok